Конкретно по каждому из мероприятий. Следующий момент – уделять внимание каждой мелочи. И сейчас я хочу проговорить буквально два слова, проанонсировать мероприятие октября, то есть самое ближайшее. Следующие месяцы вы увидите в нашем плане, естественно. Итак, во-первых, в сентябре, 30 сентября для педагогов молодых, которые первый год пришли работать в образовательной организации, мы проводим консультацию по подготовке к их первому конкурсу «Молодой учитель 2021». Он будет 30 сентября. И вот это единственный конкурс, который полностью имеет особенности и отличается от всех иных конкурсов. Поэтому на нем 30 сентября остальным потенциальным участникам конкурсов можно не присутствовать, а только вашим молодым учителям, пришедшим и первый год работающим. 14 октября у нас будет тема «Подготовка к профессиональным конкурсам 2021-2022 учебного года». И своими фишками поделятся победители муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов. Я думаю, это будет достаточно интересный семинар. 19 октября – методическое сопровождение подготовки конкурсных материалов к учителю года. И вот здесь я хочу сказать, что мы будем разбирать полностью, как пакет наших документов, аналитическую записку и так далее, готовить по всем критериям, потому что важно не только знать критерии оценивания, но и внутри, что скрывается за каждым критерием. Потому что вы аналитическую записку должны, когда писать, понимать не общий критерий, да, вот поэтому нас оценивают, а что, как сделать лучше, чтобы вы набрали наибольшее количество баллов по всем этим критериям. И я хотела бы, чтобы присутствовали здесь все, потому что, думаю, интересно будет буквально, и вы возьмете что-то для себя абсолютно 19 октября. Итак, сегодняшний семинар мы проводим совместно с Муниципальным ресурсным центром по развитию дополнительного образования нашего городского дворца детского и юношеского творчества. И первое занятие – интернет-ресурс педагога, подготовка к участию в конкурсах профессионального мастерства. Мы взяли эту тему не случайно, потому что нам необходимо готовить сайт педагога заранее, и для этого требуются определенные временные ресурсы и усилия. И сегодня вы об этом узнаете. Итак, слова предоставляются методистам данного учреждения городского дворца, и из них есть победители конкурсов личных сайтов. Я надеюсь, что сегодня наша встреча будет достаточно продуктивная. Итак, Марина Зурабовна, вам слово передаем. Олег Григорьевна, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я сейчас сразу запущу демонстрацию экрана, чтобы нам с вами поработать. Так, я собираю. Так, скажите, пожалуйста, видно? Да, презентация видна. Спасибо. Уважаемые коллеги, как уже Наталья Григорьевна отметила, на этом вебинаре мы с вами поговорим о том, каким должен быть интернет-ресурс современного педагога. И если у вас по ходу нашего выступления будут возникать вопросы, пожелания, комментарии, вы пишите, пожалуйста, в чат, и в конце мы ответим на эти вопросы, конечно, в меру своей компетентности. Итак, сегодня здесь собрались те педагоги, которые, помимо следования веянием цифровой моды, если можно так выразиться, хотят создать или усовершенствовать свой интернет-ресурс для участия в конкурсах профессионального мастерства. Действительно, большинство конкурсов для педагогов сейчас ориентировано на оценку информационно-коммуникационной, методической грамотности педагога посредством анализа его сайта. Что, в общем-то, и логично в современных условиях. И это, в свою очередь, является хорошим, для кого-то, может быть, не очень, но все же стимулом для освоения педагогами технологии создания электронного образовательного контента. Педагоги, которые мыслят стратегически и видят все плюсы и возможности использования такого сайта не только для участия в конкурсе, но и для своей работы, как правило, создают более интересные, содержательные и востребованные интернет-ресурсы, позволяющие их использовать в различных направлениях своей деятельности, будь то общение с родителями или дополнительная помощь учащимся с материалами для обучения или обратная связь в виде антирирования, тестирования и так далее, и даже подготовка к аттестации. Все эти возможности сегодня легко можно применить для облегчения своей повседневной работы любым педагогам без специального технического образования. Итак, можно сказать, что к трем основным причинам создания персонального сайта педагога сегодня относятся аттестация, так как она требует сбора материалов для представления портфолио педагога. Вторая причина – это более близкое взаимодействие с учениками и помощь, общение в режиме онлайн. И третья – это презентация своих достижений, в том числе для участия в конкурсах профессионального мастерства, то есть то, о чем мы сегодня с вами говорим. К созданию сайта или страницы или портфолио на интернет-портале нужно относиться, по большому счету, как к созданию проекта. Ведь мы с вами, начиная с детского сада, уже можно сегодня сказать, вовлекаем детей в проектную деятельность. И, конечно же, прежде всего сам педагог должен уметь применять проектный подход к созданию своих творческих продуктов, коим и является сайт. Первое, с чего мы начинаем, как и в любом проекте, это определение основной проблемы, в нашем случае задачи, которые мы будем решать с помощью сайта. Я думаю, что те причины, которые мы с вами обозначили, являются классическим основным набором задач, который должен позволять нам решать наш сайт. Поэтому при наполнении мы его не просто готовим к конкурсу профессионального мастерства, но рассматриваем его с позиции актуальности и удобства для решения других задач. Вообще, хочу отметить к хорошему, что участие сайта в конкурсе должно быть, по большому счету, не самоцелью, а следствием уже существующей вашей работы с учащимися родителями, педагогами в интернет-пространстве, с помощью вашего интернет-ресурса. И поэтому даже если вы не планируете участвовать в конкурсе в этом году, все равно сейчас пробуйте уже разрабатывать сайт, используйте его в своей работе. И тогда на следующий год вам будет лишь достаточно соотнести структуру и содержание сайта с теми теми оценки интернет-ресурсов, которые на конкурсах профессионального мастерства определяются. И немного обновить сайт в плане добавления новых актуальных материалов. Второй шаг, который нужно обязательно пройти при создании своего интернет-ресурса, это хотя бы в общих чертах познакомиться с нормативными требованиями к интернет-ресурсам, прежде всего образовательных организаций. Документов таких достаточно много. И скажу сразу, чтобы вы не пугались, вам они отношения по большому счету особо не имеют, так как содержат требования именно к сайтам образовательных организаций и информации, размещенной на этих сайтах. Конкретно нормативных требований к сайту, к личному сайту педагога нет. На них лишь распространяются требования российского законодательства к информации, размещенной в открытом доступе в сеть интернет. И если педагог не использует самостоятельный сайт, а размещает свою информацию на странице сайта образовательной организации, то по большому счету ответственность за эту информацию несет сама организация. Она же по факту отслеживает, чтобы все, что выкладывает педагог, было в пределах допустимого и разрешенного. Но вот те основные документы, которые вам все-таки необходимо хотя бы по диагонали изучить и придерживаться тех требований, которые в них содержатся. Первое – это постановление правительства Российской Федерации номер 582. Полностью название его зачитывать не буду, вы его видите на слайде. В этом постановлении, помимо основных требований к тем разделам, которые должны быть на сайте образовательной организации, чтобы вам вообще не иметь никакого отношения, есть требования к тем форматам, в которых информация должна быть размещена на сайте. А вот здесь вот уже нужно прислушаться этих требований. То есть какие форматы допустимы, какой максимальный объем документов может быть размещен на сайте. Когда эксперты проверяют ваши сайты, они в принципе тоже смотрят, там допустимы ли форматы, в которых вы сохраняете документы. Ну понятно, что самый распространенный – это Word, Excel, презентации, PDF-файлы. То есть какой объем, да, то есть, например, есть в этом постановлении требования, что не более 15 мегабайт должен быть объем таких документов. Ну то есть вот для того, чтобы еще раз перепроверить, посмотрите там буквально в конце есть эти сведения. Второе – это федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации. По большому счету, опять же, на вас эти требования не распространяются, но если вы реально хотите свой интернет-ресурс использовать в работе и хотите сделать так, чтобы ваш сайт действительно был и интересен, и доступен тем группам гостей, которые ваш сайт похищают, обратите внимание, что в соответствии с этим федеральным законом сайт должен быть адаптирован для людей с проблемами зрения. И, в общем-то, сейчас практически все платформы, платные и бесплатные, легко оснащаются такими техническими компонентами, которые позволяют увеличивать шлифт, убирать лишние картинки и так далее. И третье – Гражданский кодекс Российской Федерации. Прежде всего, это статья 152 «Охрана изображения гражданина». Но такой вопрос достаточно часто возникает, какие фотографии можно выкладывать, какие нет. Мы с вами прекрасно знаем, что наша деятельность как педагогов, она носит очень часто публичный характер и очень много мероприятий с детьми. И, конечно же, педагогу хочется поделиться такими результатами своей работы и через представление такой фотогалереи. И, естественно, что возникает вопрос, какие фотографии можно выкладывать, какие нет, не нарушая правды их родителей. Здесь в Гражданском кодексе говорится, что если мероприятия, по которым вы выкладываете фотографии, являются открытыми, носят публичный характер, например, 1 сентября, последний звонок и так далее, то общие фотографии могут выкладываться без согласия, без разрешения родителей. Но в остальных случаях, конечно же, здесь нужно ориентироваться на то, что такие все вопросы согласовываются с родителями. Я думаю, что здесь тоже сейчас особых проблем нет, потому что уже не первый год образовательные организации этот вопрос решают и в самом начале собирают с родителей такие заявления, в которых они дают согласие на то, что фотографии и дети могут быть размещены на интернет-ресурсе школы. Ну, здесь единственное, что можно подпраховаться, если это реально заявление, которое собирает школа, просто дать туда еще и адрес вашего сайта как педагога. Третий шаг. Выбираем формат создания сайта. Вот здесь самое главное, нужно ориентироваться по силам. Чтобы вы не пугались, я не буду говорить, что сайт должен быть исключительно самостоятельным интернет-ресурсом. Нет, в принципе, даже в требованиях и критериях оценки сайтов педагогов есть разные варианты по форматам. Это может быть страница педагога на сайте утверждения. То есть это, наверное, самый простой вариант по силам абсолютно всем педагогам, где размещается основная информация педагога, можно сказать, что его портфолио. Второй вариант – это портфолио на статализированном портале. Всем, я думаю, что вам известен этот портал, на котором, мне кажется, что если не каждый, то каждый второй педагог пробовал или в данный момент разместил свои материалы, свои фотографии, методические наработки. Конечно же, такой портал поможет презентовать ваш опыт, показать ваши особые достижения. На такой страничке, как правило, публикуются основные награды, выставляются сканы дипломов, упоминаются ваши публикации в средствах массовой информации. Единственный минус, конечно, такого портфолио, то, что структура там задана уже непосредственно самими разработчиками портала, и что-то свое уникальное, может быть, дизайнерское, добавить достаточно сложно, если невозможно совсем. Ну и, конечно, очень сложно организовать реальную обратную связь. То есть, когда у вас есть форма обратной связи, вы через нее можете общаться с гостями вашего сайта. И третья форма – это самостоятельный сайт. Конечно, это, можно сказать, что высший полет работы педагога по созданию собственного интернет-ресурса дает достаточно много плюсов. Во-первых, это обратная связь. Во-вторых, это своя структура, которая полностью подстраивается под ваше видение, под ваши пожелания. Свой уникальный дизайн, конечно. Варианты таких форматов, их плюсы и минусы рассмотрят сегодня наши коллеги, которые вместе со мной будут на этом вебинаре, и останавливаться на этом я отдельно не буду. Четвертый шаг – это определение структуры и содержание наполнения сайта. Для этого нужно учитывать два важных момента. первое – адресность сайта. То есть для кого ваш сайт предназначен? Ну, у нас в нашей, скажем так, профессиональной педагогической среде классическими основными сегментами целевой аудитории являются наши обучающиеся, их родители и, конечно же, наши коллеги-педагоги. Соответственно, такая адресность определяет и то, какова будет структура. Понятно, что на этом сайте мы размещаем информацию для учеников, мы можем также ее внутри структурировать, положим объявления для учеников, важная информация, дополнительные материалы, это интересно и так далее. То есть здесь не ограничивается ваша фантазия. Точно так же мы можем структурировать сайт для родителей и для коллег-учителей. На примере двух сайтов я сегодня это покажу. Конечно же, нужно учитывать и дополнительные направления использования сайта. Например, если это аттестация, или, в принципе, вы хотите создать такой сайт-визитку, который будет использовать в своей работе, то это могут быть еще и разделы, которые, по большому счету, будут определять ваше портфолио, то есть ваши грамоты, ваши достижения, сведения о курсах повышения вашей квалификации и так далее. То есть все это может размещаться, конечно же, на сайте. Ну и второй момент очень важный – это учет критерий оценивания сайта в контексте конкурсов профессионального мастерства. Но вот хочу сказать, что, к сожалению, бывает такая ситуация, когда конкурсы разрабатываются чисто под… точнее, сайты разрабатываются чисто под конкурс. И вот, например, я хотела вам показать сайты победителей всероссийских конкурсов, но, знаете, к сожалению, наблюдать такая тенденция, что сайты разрабатываются чисто под этот конкурс. Конкурс проходит, они становятся победителями, и после этого сайты практически не сопровождаются. Поэтому сразу планируйте различные варианты применения этого сайта, потому что действительно усилие вкладывается в ваш творческий труд, и все это должно быть в дальнейшем использованием вам на благо. Ну и сейчас в условиях пандемии, в условиях перехода на дистанционные форматы введения образовательной деятельности, конечно же, сайт не будет лишним. Что касается критериев оценивания сайтов, то даже если педагог не участвует в конкурсе профессионального мастерства, эти критерии позволяют более, наверное, серьезно подойти к определению структуры и к выбору тех материалов, той информации, которая будет размещаться на сайте. То есть эти критерии помогают нам хорошо структурировать саму информацию на сайте. Ну а кто участвует в конкурсе профмастерства, для тех критерий, конечно, являются очень важным моментом, который нужно учитывать уже на этапе разработки сайта, а не уже после того, как у вас проделана серьезная работа. Но это все равно, что сравнить сайт, опять же, с проектом, или вот, предположим, все мы с вами учились, писали курсовые проекты, дипломные проекты, мы с вами прекрасно знаем, чего уж греха таить, что курсовые, дипломы пишут, не столько ориентируясь на запросы руководителя, сколько под рецензента. Ну вот такая же система, наверное, должна срабатывать и здесь. Итак, какие существуют критерии оценивания сайтов? Здесь они представлены, это основные, скажем так, группы критериев, они могут варьироваться, но по большому счету примерно все вокруг этих основных показателей. Информационная насыщенность, безопасность и комфортность, практическая значимость материалов, эффективность и обеспечения обратной связи. мы видим, что этот критерий вообще выделен отдельно и по каждой такой группе критериев максимальное количество баллов составляет 5. То есть, если вы создаете свой сайт, на котором есть форма обратной связи, уже 5 баллов 100% в вашей копилке есть. Следующая актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна. Давайте посмотрим вкратце по отдельным этим критериям. Первый критерий, который мы с вами рассмотрим, это информационная насыщенность. Максимальное количество баллов здесь 5. Что касается информационной насыщенности, то это, конечно же, количество разделов, подразделов, которые вы размещаете у себя на страничке или на своем сайте. Я здесь на данном слайде разместила, скажем так, классический набор разделов, который должен быть, наверное, у всех. Называться могут эти разделы по-разному, но, скажем так, примерно содержание у вас должно быть вот в контексте направлений, которые здесь представлены. То есть обо мне. Это информация в виде фотографии вашей, может быть, небольшого эссе или информации в форме эссе о том, что для вас является наиболее важным в профессии, чьи идеи педагогические для вас являются основополагающими. Конечно же, это ваша профессиональная жизнь с описанием того, какие вы образовательные организации закончили, кем работали, какие курсы по повышению квалификации пришли и так далее. Ну, то есть такая основная анкетная, наверное, информация, которая может быть представлена творчески, может быть представлена формально, официально, но она должна в любом случае присутствовать. Второй раздел, я его условно назвала «Мои педагогические успехи». Здесь как раз вы можете рассказать о своих достижениях, о победах в конкурсах, которые у вас уже есть. Конечно же, педагоги очень любят в этих разделах размещать сканы своих дипломов, грамот. Конечно же, это все обязательно нужно делать и обратить внимание на то, что прежде всего информация на сайте должна быть максимально визуализированной. Просто текст читать очень скучно, сложно и в таком формате неинтересно. Поэтому, когда есть такая возможность, конечно же, сопровождайте информацию сканами, фотографиями, но опять же без перебора. Если выкладывать сканы о своих достижениях или достижениях своих учеников, не надо по 100-200 грамм выкладывать, никто это листать не будет. Выложите сканы только тех наград, дипломов и грамот, которые вы считаете прям действительно значимыми, которые, может быть, как раз характеризуют разноплановость вашей работы. Третье направление и третий раздел, который может быть на вашем сайте или в вашем портфоле, это «Моим ученикам». Здесь вы можете также сделать несколько подразделов. То есть нужно подумать, какую информацию, какие материалы вы готовы предоставить своим ученикам для того, чтобы облегчить процесс обучения по вашему предмету или процесс освоения вашей дополнительной общеразвивающей программы. Если это детский сад, то, может быть, это какие-то небольшие видеоролики, поучительные мультфильмы, которые могут в том числе родители использовать совместно с детьми. То есть здесь, конечно же, все определяется в вашей фантазии, но и обратите внимание, что это все должно быть в пределах законности. То есть не должны в этих разделах находиться ссылки на сторонние ресурсы с непроверенной, с неподтвержденной информацией. То есть постарайтесь быть очень внимательными при наполнении этих разделов. И если вы делаете пересылки на другие информационные ресурсы, пожалуйста, сами хорошенько постудируйте информацию. Посмотрите, нет ли на тех сайтах, на которые вы делаете ссылки со своего сайта, всплывающие рекламы, какого-то контента, который не носит образовательный характер. Если даже там содержится какая-то очень важная информация, но при этом все это присутствует, лучше воздержаться от таких ссылок. Эту информацию можете перенести, естественно, что обозначив авторство тех разработчиков, которые эту информацию предоставили. Четвертый раздел, который может быть родителем, точно так же, как и ученикам, мы определяем, материалы выкладываем. Помимо того, что эксперты смотрят информационную насыщенность, они одновременно проверяют и актуальность информации. И проследите за тем, чтобы те материалы, которые выложены у вас, были действительно современными, актуальными. Если вы выкладываете кто-то из своих запасников, обратите внимание на год, который вы указываете. Презентация может быть актуальна и сегодня, но если там указан 2015 год, то эксперт может, в принципе, у него и не хватит времени для того, чтобы посмотреть, насколько эта презентация интересна, актуальна в современных условиях. Но просто зациклиться, что она 2015 года. Поэтому просто перед тем, как все материалы выкладывать, продвижитесь по ним, посмотрите, актуализируйте, что-то, может быть, старевшее уберите. А если есть классика, которая не стареет, ее оставляем, но смотрим, чтобы она соответствовала требованиям и актуальным потребностям нынешнего дня. Следующий раздел – методическая копилка. Вот здесь тоже у нас педагоги очень любят свалить вообще все, что у них есть, и это смотрится огромным нагромождением материалов, знаете, как будет некий методический чердак. Так вот, в этом разделе все-таки лучше укладывать свои наработки, которые определяют в том числе и ваш, может быть, какой-то уникальный авторский подход, а может быть, даже инновационную деятельность. Если у вас действительно есть ярко выраженная инновация, то можно сделать вот этот отдельный раздел, я его здесь обозначила по цифре 9, для того, чтобы прямо четко выделить, что вы работаете в рамках совершенно нового инновационного подхода и результаты таким образом представляете для диссиминации всему нашему педагогическому сообществу. Проектная деятельность. Сейчас без проектов никуда, как я уже сказала в самом начале, поэтому этот раздел является практически уже на сегодняшний день классическим. Нужно помнить, что проекты, ведь это не только исследовательские проекты, которые мы с вами представляем в виде рефератов. Проекты могут быть и творческие, проекты могут быть и социально полезные. Предположим, это какой-то проект, который реализуют ваши волонтеры, помогают пожилым или высаживают цветы на участке около школы, дома творчества или детского сада. Это можно все отфотографировать, сопроводить это соответствующим небольшим даже текстом, и это будет уже считаться таким социально значимым проектом. Точно так же творческим проектом может быть мультфильм, снятый в вашей детской мультстудии. Это может быть некий конкурс и так далее. То есть здесь нужно понимать, что проектная деятельность на самом деле она узко не ограничена вот такими сложными следовательскими проектами, которые есть в школе и, как правило, характерны только для учащихся уже старших классов. Восьмой раздел – это обратная связь и контакты. Ну, здесь вот мои коллеги еще проговорят, какую-то обратную связь показать, представить, но даже если вы технически не можете обратную связь установить так, чтобы это была форма, из которой могут обращаться к вам родители или гости сайта, укажите подробные контакты, через которые могут к вам обратиться. Это может быть электронная почта, может быть ссылка на социальную группу в социальной сети и так далее. Я очень сильно не рекомендую в этом разделе устанавливать чат для общения. Дело в том, что чат нужно модерировать и либо на это нужно понимать, что будет затрачиваться достаточно большой ресурс, и вам нужно будет постоянно отслеживать, какие появляются в этом разделе обращения, заметки, либо если будет запущено на самотек, будет выглядеть достаточно неприятно, потому что, к сожалению, такими открытыми чатами пользуются иногда и в других целях, размещая рекламу и другую информацию, которая не имеет отношения к вашей деятельности. И десятый раздел, который, опять же, у нас классически сейчас есть на всех сайтах, даже и на страницах педагогов, которые размещены просто на сайтах образовательных организаций, это ссылки на электронные образовательные ресурсы. И здесь нужно придерживаться того же самого правила. Ссылок будет меньше, но они будут переходить на надежные сайты, которые есть в федеральном перечне электронных образовательных ресурсов, ну или те ссылки, которые в том числе размещены на сайте вашей школы. То есть здесь нужно быть очень-очень аккуратным, чтобы не было перехода на какие-то сторонние, непроверенные, непонятные ресурсы. Ну и если говорить непосредственно о том, как это может выглядеть на самих сайтах, давайте мы с вами посмотрим два сайта. И на примере них еще раз пробежимся по основным разделам. Итак, ну вот я открыла сайт Светланы Рудольфовны Соловьевой, это учитель гимназии номер 18. Светлана Рудольфовна участвовала года три назад в конкурсе профессионального мастерства, достаточно успешно тоже, и с этим сайтом мы проходили в очный этап областного конкурса, и была достаточно высокая оценка по этому сайту. На что нужно обратить внимание? Первое. Один из критериев, который также нужно учитывать, звучит следующим образом. Безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды, а также практическая значимость материалов. Что такое безопасность и комфортность? Что под этим понимают эксперты? Прежде всего, это сайт, на котором отсутствуют всплывающие окна, реклама, аудио- и видеоэффекты и переход на сайты, содержащие сомнительную информацию. Такие сайты можно создать в том числе и на бесплатных ресурсах. Это, например, Tilda или WordPress, не обязательно, что это должен быть исключительно платный ресурс. Но нужно внимательно эти платформы выбирать. Вот сегодня как раз вам порекомендуют эти платформы. Они проверены и делают действительно посещение сайта безопасным и комфортным. Следующий критерий, о котором я уже говорила не раз, это наличие обратной связи. Давайте посмотрим, как она выглядит на сайте. Вот здесь вот есть вкладочка «Обратная связь». Открываю. И вот мы видим здесь как раз вот эта форма, в которую можно внести свое имя, адрес электронной почты для того, чтобы нам ответили и написать сообщение. Ну, вот здесь вот, конечно, не хватает контактов. Есть на тот случай, если, предположим, человек не хочет воспользоваться этой формой или не может воспользоваться, то есть лучше бы указать отдельный еще адрес электронной почты. Пусть это будет не личная, а рабочая электронная почта, созданная, может быть, специально при работе с сайтом. Ну, то есть дать возможность гостям сайта обратиться к вам и в таком, и в другом формате. Мы здесь видим различные разделы, которые представлены, что внутри эти разделы также подразделяются на подразделы. Вот, например, если есть раздел «Моим ученикам», как я говорила, что обязательно учитывать адресность сайта, то здесь не просто информация выложена вся единым комплексом, а подразделяется по основным вопросам, по которым педагог работает с детьми. Это подготовка к ЕГЭ, задания по предметам, литература, рекомендуемая для чтения, расписание звонков даже есть, памятка по подготовке уроком. Здесь мы видим, что для родителей тоже информация внутри структурирована, есть консультации психолога, есть информация для родительских собраний, ну и, конечно же, материалы по достижению информационной безопасности детей. Методическая копилка представлена различными материалами и внеурочной деятельности, и материалов методических семинаров. То есть, фактически, этот сайт может говорить о том, что педагог ведет действительно разноплановую деятельность, здесь есть и портфолио, здесь есть и как раз представление себя, такое классическое, ну вот раз у русского языка и литературы мы видим, что, конечно, написано достаточно много, все это в контексте своего предмета, интересно. Есть, кстати, раздел отзывы, это реальные отзывы, которые педагог получил через этот сайт, здесь есть отзывы об учебных материалах, которые размещает педагог, есть отзывы о видеостудии, также мы видим вкладочки, которые дополнительно педагог использует для своей работы, это проекты, материалы прошлых лет, подготовка к ЕГЭ, ну и вот наша гимназия, это ссылочка на сайт гимназии, то есть на официальный сайт данного образовательного учреждения, что тоже, кстати, неплохо, когда сайт педагога каким-то образом связан с сайтом той образовательной организации, в которой он работает. Следующий, шестой шаг. Определяем имиджевую составляющую сайта и стиль, отбираем оформление. Что такое имиджевая составляющая, думаю, объяснять вам не нужно. Как говорится, по одежке встречают. И само оформление сайта уже должно отражать индивидуальность педагога, сферу его интересов. Вот здесь вот мы видим, что данный сайт оформлен как книга, то есть можно здесь вот видеть некие такие вот намеки на такой кожаный переплет. Естественно, что мы здесь видим основных наших писателей, поэтов, и заходя на этот сайт, даже не видя его названия, мы уже сразу понимаем, что каким-то образом этот сайт связан с русским языком и литературой. Конечно же, можно сайт оформлять и на портале. И вот один из таких примеров, давайте посмотрим. Светлана Борисовна Нефедова, воспитатель Мэйчка, разместила свои материалы. Да, вот тоже так смотрела по нашим педагогам, у кого какие ресурсы есть. У кого-то, может быть, тоже есть интересные ресурсы, но, к сожалению, не нашла. Да, вот после меня Екатерина Валерьевна расскажет, что очень важно при создании своего сайта все-таки отслеживать, чтобы он хорошо определялся поисковиками, и в наборе, предположим, вашей фамилии можно было сразу выйти на сайт, потому что есть сведения о педагогах, у которых есть эти сайты, мы точно знаем, что они их разрабатывали. Но если набираешь в поисковике, например, Иванова, Светлана Ивановна, официальный сайт, то вы этот сайт никогда не найдете, пока не получите непосредственно ссылку на этот сайт. Размещение материалов на НС-портале такую проблему, в принципе, решает. То есть это плюс такого портала, потому что если вы наберете Нефедова, Светлана Борисовна, то вы сразу найдете ее материалы и сможете их посмотреть. И вот посмотрите, меня что очень порадовало, что педагог максимально эффективно использовала возможности этого ресурса, несмотря на то, что здесь нет возможности создать какой-то свой индивидуальный дизайн, но насколько хорошо проработана структура своего портфолио, какие разнообразные материалы. Здесь мы видим и проектная деятельность, методические разработки, обратная связь в виде адресов, электронной почты, телефоны и так далее. И здесь есть адресность, то есть по большому счету все те компоненты, о которых мы с вами говорим, присутствуют даже и в таком виде. Ну почему же нет? Вот таким вот образом могут выглядеть сайты, которые сегодня характеризуют деятельность педагога, владеющего информационными технологиями и педагога, готового к участию в конкурсах профессионального мастерства. И о том, каким должен быть подход непосредственно к оформлению сайта, выбору платформы, нам расскажет методист дворца Ефремова Екатерина Валерьевна. И предаю ей слово. Пока Екатерина Валерьевна подключается, я вот отвечу на вопрос. Здесь спрашивают, будет ли доступна презентация для ознакомления и скачивания. Да, конечно, будет и запись этого вебинара есть, и будет ссылочка на презентацию, которую мы вам показываем. Обязательно мы вам разошли. Продолжение следует... Каждый человек, который создает свою персональную страничку, задается вопросом. Какой сайт можно считать хорошим, а какой нет? И есть ли какие-то критерии для оценки сайта и определения его качества? Первым делом необходимо определить те самые критерии, по которым можно будет оценивать сайт, и расставить их в порядке значимости. Вот четыре наиболее важных критерия, которым должен соответствовать любой сайт. Первый из них – видимость сайта поисковыми системами. Второй – удобство использования сайта. Третий – оригинальность и адекватность дизайна сайта. Четвертый – его функциональность. Давайте же разберемся, что понимается под каждым из этих критериев, и почему они стоят именно в таком порядке. Первый критерий – видимость сайта поисковыми системами. Этот критерий я бы поставила на первое место, потому что если сайт не будут находить поисковики, то и посещать его, конечно, никто не будет. И, соответственно, будет уже неважно, есть у вас сайт или нет. Главным и обязательным условием для обеспечения видимости вашего сайта является его размещение на сервере и заполнение необходимым контентом. Тогда робот поисковой системы запишет в базу данный контент и будет выводить его по соответствующему запросу. Второй по значимости критерий – удобство использования сайта. Найти сам сайт – это полдела. Действительно важно найти на сайте ту информацию, которая заинтересует посетителя. Есть сайты, которые содержат огромные объемы информации, но, тем не менее, пользоваться ими достаточно удобно и легко. А есть сайты, у которых всего пять разделов, но найти на них ничего нельзя. Следующим параметром был выбран дизайн сайта. Дизайн зачастую выдвигается на первый план. Да, внешний вид играет немаловажную роль, но стоит ли тратить уйму времени на украшательства и спецэффекты? Разумеется, выкладывать в интернет сырой сайт тоже не следует. Конечно же, сайт должен выглядеть красиво и аккуратно, но эту работу можно делать уже в процессе существования сайта. Идеальный вариант – быстро создать достаточно простой дизайн, используя уже предложенные шаблоны оформления, после чего наполнить его содержанием, отвечающим его тематике. После этого можно спокойно приступать к тестированию сайта, его корректировке и корректировке его внешнего вида. Главное при оформлении своего сайта – помнить несколько ключевых правил. Первое правило – это единый стиль. Стилистика должна как минимум давать понять пользователю, что он до сих пор находится у вас, а не попал на другой сайт. Общие элементы, логотип, меню, одна цветовая гамма и набор шрифтов обязательны для каждой страницы. Привычное оформление иконок. Существуют общепринятые значки, например, отсылка к соцсетям или иконка поиска, которые лучше не менять. Сочетание цветов и шрифтов. Даже если вы используете фирменные оттенки, можно лихо промахнуться с цветами-компаньонами. То же касается и набора шрифтов. Сайт, который выглядит неряшливо и по-дилетантски отталкивает. Легкость восприятия. Дизайнерские находки – это, конечно же, хорошо, но они не должны мешать пользователю воспринимать информацию. Слишком мелкий шрифт, слишком активный фон, слишком быстрая анимация, нечитабельные баннеры находятся под запретом. Сайты с наличием большого количества изображений и ярких элементов не вызывают доверия у посетителя. Также данная ошибка может привести к тому, что ваш сайт будет дольше грузиться. Ну и последний по списку, но не по значению, критерий – это функциональность. Под функциональностью сайта я понимаю набор тех действий, которые может выполнять посетитель вашего сайта. Например, наличие формы для общения, раздела «Вопрос-ответ» для получения консультаций, эффективность обеспечения обратной связи, возможность скачивания файлов и обмена материалами. Навигация по сайту должна быть простой и понятной, удобной, а сам сайт открываться быстро и вести себя предсказуемо. Давайте рассмотрим несколько примеров сайтов педагогов, участников различных конкурсов. Персональный сайт воспитателя Семеновой Натальи Сергеевны. В поисковой системе Яндекс по запросу Семенова Натальи Сергеевна «Воспитатель» занимает первую позицию, то есть сайт достаточно легко найти любому заинтересованному пользователю. По удобству использования сайт комфортен. Присутствуют навигационные элементы, которые позволяют перемещаться по разделам страницы. Но для представления такого большого количества информации лучше не использовать одностраничные сайты. На страничке мы видим разнообразную цветовую гамму, яркие картинки, которые мешают сайту быть читаемым. Из функциональных особенностей хотелось бы отметить отсутствие формы поиска и отсутствие формы обратной связи. Нет возможности задать вопрос по электронной почте. Присутствует только форма обратного звонка. Адресная информация размещена в самом низу страницы. Если захочется посмотреть адрес, придется прокручивать все до самого конца. Персональный сайт педагога дополнительного образования Кузина и Мария Олеговна В поисковой системе Яндекс по запросу Кузина Мария Олеговна Педагог дополнительного образования страничка не находится. То есть сайт могут найти и посмотреть только люди, которые знают о его существовании и у которых есть ссылка. По удобству использования сайт также комфортен. Присутствуют навигационные элементы, которые позволяют перемещаться по всем разделам сайта. Сайт выдержан в определенной цветовой гамме, не пестрит яркими красками и не режет глаз. Читаем. Нет огромного количества изображений, которые мешали бы его загрузке. Из функциональных особенностей хотелось бы отметить присутствие поиска и формы обратной связи. Сайт учителя-логопеда Шишкиной Светланы Васильевны. Страничка педагога размещена на НС-портале, поэтому поисковая система позволяет с легкостью ее найти. В чем минус? Ваши возможности определены платформой, на которой разработан данный сайт. Ни поменять дизайн, ни создать каких-то дополнительных навигационных элементов, которые бы привлекали внимание к вашему сайту, вы не сможете. Разные шрифты, начертания, отсутствие контактной информации и форм поиска и обратной связи. Подведем итог. На сегодняшний день сайт для педагога – это его визитная карточка в мире образовательных услуг. Ценность портфолио может быть намного снижена, если оно представляет собой классическую папку, наполненную распечатками грамот, дипломов и других материалов. Для того, чтобы портфолио могли пользоваться другие педагоги, сейчас необходимо ввести его электронную версию, доступ к которой могут одновременно получить сотни педагогов и обучающихся. Для того, чтобы создать собственный сайт, сейчас не обязательно обращаться к программистам. Можно попробовать сделать это самому. Рынок платформ для разработки сайтов достаточно обширен. Наиболее популярными из них являются WordPress, Tilda, Wix, Google и много-много других. В коробке имеется уже большое количество готовых шаблонов, множество возможностей для создания функциональных и интересных сайтов. В этих редакторах легко разобраться даже новичку. Эти платформы идеально подходят для создания относительно несложных сайтов, включая сайты и визитки. А о том, как разработать свой персональный сайт на платформе Tilda, вам расскажет педагог-педагог Дворца Екатерина Александровна, которая... Вот видите, Надежда Федоровна не знала, что мы идем. И могла стукнуть работать. Молодцы, что здороваетесь. Добрый день, уважаемые коллеги. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня и видно ли... Вас слышно. Слышно. Презентацию мою видно? Нет, презентации нет. Так. Сейчас, минуточку. Да. Сейчас видно? Еще есть презентация, да, все видно. Все, давайте начинать. Меня зовут Бевзи Екатерина Александровна. Я являюсь педагогом-психологом городского Дворца детского и юношеского творчества. Сегодня я хочу вам рассказать про конструктор сайтов Tilda и наша тема «От идеи к разработке». Конструктор сайтов Tilda. Я сама на нем разрабатывала сайт, свой персональный. В конце я вам его продемонстрирую. Сайт у психолога в Дворце для того, чтобы мне более комфортно было работать с детьми, с родителями и с педагогами. Также с этим сайтом я заняла первое место на всероссийском конкурсе, но об этом немножечко позже. Давайте рассмотрим, что же такое за конструктор Tilda. Tilda, он позволяет нам создать страницы красочные, с различными эффектами, современными возможностями и отличной типографикой. Как бы это такой конструктор, который обладает своей определенной стилистикой. По формату это очень похоже на некий одностраничный сайт, который может быть просто эффективной формой подачи информации. И что очень интересно, на платформе Tilda вы можете выбрать уже готовый дизайн вашего сайта. То есть вам не придется заморачиваться с подбором цвета какого-то определенного. Здесь уже есть готовые шаблоны для вашей более комфортной работы. Благодаря работе с этим конструктором создание сайта с эффективным дизайном – это уже не проблема. То есть платформа, она как бы позволяет самостоятельно сделать качественный ресурс и тратя при этом гораздо меньше времени. Для разработки своего ресурса вам не требуется опыт программирования. Это очень важно. То есть вам доступен ассортимент готовых решений и шаблонов, которые соответствуют всем стандартам и требованиям площадки в интернете. Так, давайте посмотрим, что можно сделать на тельте и как это будет выглядеть. Начать дизайн сайта можно с чистого листа, используя, называется, zero-блок. Или из готовых шаблонов и блоков, как я уже говорила, которые можно группировать по типу конструктора. То есть вы сами можете собирать свой сайт. Есть готовые шаблоны. Шаблоны, они разделены на группы по тематике и назначению. То есть это бизнес, магазин, события, контакты и анкета. Но здесь, в принципе, если открыть каждый блок, все это можно адаптировать под нашу педагогическую деятельность. Далее. Готовые блоки. Из библиотеки блоков показано слева. Слева можно выбрать самостоятельные дизайн элементы. Это меню, это текстовые блоки, это изображение, это видео, это формы и кнопки, с помощью которых вы можете также сделать обратную связь. Это этапы, это команда, это отзывы, это карты. То есть вы даже можете указать ваше местоположение, где находится ваш объект. Карты Google и Яндекс, ну и так далее. Расскажу немножечко о основных фишках Tilda. Во-первых, это модульная система и библиотека блоков. Простым языком вы собираете свою страницу словно из отдельных блоков и элементов по структуре паззлов. Это могут быть картинки, это могут быть какие-то текстовые вставки, видео, списки, галереи и так далее. Тут все, конечно, зависит от вашей фантазии, вашего воображения, чувства вкуса и личного видения, конечно, вашей персональной страницы. Библиотека блоков, она регулярно обновляется. Хочу отметить, что ресурс Tilda бесплатный, но какие-то основные функции у него бесплатные. Конечно, есть платные дополнительные страницы, но в разделе бесплатного режима вы можете создать сайт до 50 страниц. Дальше. Адаптивность. Вообще основное такое требование к современным сайтам – это их адаптивность. Хорошо, что вам сейчас не придется за это беспокоиться, поскольку адаптация на сайте Tilda уже включена для мобильных устройств. То есть вам не придется адаптировать свой сайт, который вы разработали на компьютере, для того, чтобы его посмотрел родитель с мобильного телефона. Большинство стандартных блоков, они также уже адаптированы для просмотра на экранах с большим разрешением. И после добавления новых элементов рекомендуется обязательно, конечно же, проверить корректность отображения и обратить внимание на отступы в текстовых полях, потому что они отличаются на разных, например, на ноутбуке или на экране компьютера. Следующая фишка – это визуальный контент. Данный сервис Tilda, он нам позволяет сделать разные виды подачи фотографий и видеоматериалов. То есть там можно сделать как галерею, как какую-то фотоподборку, видеообложку и тому подобное. Следующая фишка – это типографика. Это очень-очень важный аспект Tilda. Вы можете менять разные настройки шрифтов и создавать тем самым какие-то такие эффективные свои заголовки. Выбор шрифта достаточно большой и допускается подключение также и использование Google Form. Функция лендинга. Сейчас простым языком объясню. То есть этот сервис дает такие кнопки, которые призывают к действию того, кто смотрит наш сайт. Например, это отзыв, поставьте отзыв, перейдите по ссылке, нажмите кнопку и выйдите, например, в доступ в интернет в открытый. Это какие-то формы, это списки преимуществ, ну и тому подобное. Вам также не нужно обладать какими-то особыми техническими навыками, чтобы создать веб-страницы. Но все-таки чувство стиля немного пригодится. Для начала вы можете использовать один из вариантов оформления, которые уже вам предложены. И там есть оформление как для одностраничных сайтов, так и для проекта. То есть это портфолио, блог, корпоративный сайт и так далее. Просто нужно выбрать интересующий вас дизайн и немножечко его изменить. То есть то, что вы сейчас видите на слайде, эти картинки, горы, звездное небо и так далее. Все это можно менять и адаптировать под ваш их сайт. Результатом планирования должно стать четкое представление о будущем сайте. То есть вам очень важно расписать прямо на листке, что вы хотите видеть в вашем сайте. То есть каким будет его наполнение для того, чтобы вам потом было легче работать. То есть структурировать. План лучше зафиксировать на бумаге, как я сказала, и нужно записать как минимум следующую информацию. Во-первых, это цель и задача работы вашего ресурса сайта, структуру сайта. То есть это список и иерархия страниц, что из чего вытекает. И также функциональность и дизайн основных страниц. Потому что, когда мы открываем сайт, естественно, нам бросается в глаза главная страница, которая может быть достаточно ярко представлена. Тем самым мы заинтересуем пользователя и его внимание. Дальше я хочу все-таки вас познакомить со своим сайтом у психолога во дворце, который я также разрабатывала на платформе Тильда. Разработка моего сайта началась с вопроса к себе. Во-первых, для чего я делаю этот сайт? Я его делаю в первую очередь для обучающихся и их родителей, и педагогов. И отсюда я выделяю для себя основные разделы сайта о себе, дети, педагоги и родители. И все это помечаю хэштегом. Хэштег в современном мире – это решеточка, с помощью которой мы ищем слова в сети интернет. Это круто, это современно, и поэтому я это использовала на своем сайте. Кстати, когда вы создаете свой сайт, обязательно у вас на сайте должна быть ссылка на ваш сайт, вашего учреждения. А на сайте вашего учреждения должна быть ссылочка на ваш персональный сайт. Это обязательно сделайте, потому что так легче будет с вами связаться, на вас выйти, вас найти. Так, ну это немножечко страницы с моего сайта, да, то есть это разделы. И сейчас непосредственно я перейду на сайт. Так. Остановлено. Сейчас, минуточку. Видно ли мой сайт? Видно. Вот это главная страница моего сайта у психолога во дворце. Здесь есть обратная связь, то есть я оставила свои контактные данные для того, чтобы родители, педагоги, ну и учащиеся могли выйти со мной на связь. В шапке я разместила информацию о себе. Переходим по этой кликабельной ссылочке и выходим к информации о себе. Здесь плохо грозится. В общем, здесь идет, прописаны итоги моей профессиональной деятельности, которые у меня были осуществлены за год. Здесь подразумевается размещение ваших каких-то грамот, размещение благодарственных писем и так далее. Дальше, так, дети раздел, тоже вы можете, то есть открыть раздел дети и в него включить еще несколько разных ссылочек. Здесь мы сделали персональную страничку для детей, то есть ребенок может перейти по этим ссылочкам, например, читаем, выйти на доступ в интернет, то есть каждая ссылочка кликабельная, и мы уходим уже непосредственно в сеть. И также это хорошо для самостоятельной работы ребенка, потому что, в принципе, нахождение взрослого здесь не сильно принципиально важно. Это раздел читаем, здесь есть одаренность, точка есть. Также мы разработали для одаренных детей разделы. Тут уже более углубленный вариант, то есть все-таки одаренные дети. Здесь ребенок может пройти разные методики, разделы родителям и педагогам, полезные ссылки. Это все круто, современное. Дальше для педагогов раздел мы выделили. То есть здесь педагоги могут поделиться опытом, почитать статьи, какие-то посмотреть методики. Тоже все кликабельно уходит в интернет. Картинки здесь все вставляются на самой платформе автоматически, то есть вы их можете размещать, как хотите. Дальше раздел родителям. Здесь тоже непосредственно разработки для родителей. Все, как бы мы переходим по всем ссылочкам, все ссылочки работают. Здесь занятия размещены какие-то, которые родитель может посмотреть, почитать, выйти в интернет статьи и так далее. Так, давайте вернемся на главную страницу. Я хочу сказать, что прежде чем вы будете разрабатывать свой сайт, вы должны определиться, для чего я делаю свой сайт, для кого он будет предназначен, то есть найти главную его цель. Ну и, конечно же, с помощью конструктора Тильда это будет сделано, сделать сайт будет гораздо легче, потому что конструктор Тильда, он позволяет более просто разработать сайт, то есть не придумывать какой-то дизайн, все это доступно, все имеется. Вам нужно внести лишь свой какой-то текст, свою информацию и запустить свой персональный сайт в работу. Я благодарю всех за внимание. Спасибо большое, Екатерина Александровна, за такую презентацию. Еще раз отмечу, что презентации, которые здесь демонстрируются, они будут также в рассылочке находиться, то есть вы сможете их посмотреть, идти на эти сайты и более внимательно уже действительно изучить, посмотреть структуру. Как говорится, иногда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И вот здесь вот тот самый вариант, когда вы можете по аналогии с теми сайтами, которые уже существуют и которые стали победителями конкурсов, подумать, как свой сайт усовершенствовать или создать полностью новый сайт. Все-таки такая помощь, она является, конечно, очень важной для того, чтобы вы уже фактически получали только лишь свое творчество и определяли, а в чем же ваша индивидуальность. Еще раз повторюсь, что никто не призывает вас сейчас создавать сразу самостоятельные сайты, если нет для этого технических, может быть, возможностей для какого-либо понимания. Это может быть и портфолио на портале, как я показывала, с педагогом детского сада «Маячок». Это может быть и страничка на сайте образовательной организации. Но структура таких страничек или портфолио, требования к их содержанию, к актуальности той информации, которая представлена в них, она должна быть в соответствии с этими критериями, которые мы с вами обсуждали. Конечно, пробуйте, создавайте. Мы вот сейчас, например, видели Екатерину Александровну, которая не имеет специально технического образования, она не информатика, она заканчивала гуманитарный факультет. И вот просто ее интерес, ее желание через средства интернета свою профессиональную деятельность развивать, подвигли к изучению этой платформы. И достаточно успешно она эту платформу освоила. То есть здесь не нужны, еще раз повторюсь, какие-то вложения серьезные или определенные знания. Точно так же те коллеги, которые знают меня, знают, что я также не имею никакого технического образования, но тем не менее создавала и сайты образовательных организаций, которые становились победителями конкурсов, и сайты педагогов. Это все понятно и просто, и даже открою такой секрет, что я в английском языке вообще просто совершенно ноль, ну, может быть, там один процент выше ноля. И тем не менее, даже с такими познаниями я спокойно, абсолютно освоила работу на этих платформах. Это говорит о том, что они максимально русифицированы, понятны. Есть очень много видеороликов, в которых доступным языком объясняется, как можно технически такие сайты создать. Ну, а чем их наполнять, об этом мы сегодня с вами поговорили. Я надеюсь, что эта информация была сегодня содержательной, что она даст вам толчок к работе над своими сайтами, что эта работа будет действительно творческой. Если есть какие-то вопросы, давайте. Ну, вот пока что выступали наши коллеги, я просматривала чат. Вопрос есть относительно только того, будут ли материалы высланы. Я сказала, что да. И еще такой тоже момент у нас. По техническим возможностям на Zoom-конференции не может присутствовать более 100 человек, поэтому вот 100 человек у нас с вами в чате сегодня. И те, кто не смог зайти, мы обязательно сделаем рассылочку записи этого вебинара, чтобы вы могли ознакомиться. Ну, а те, кто смотрел, если возникнет необходимость вернуться к какому-либо моменту, можете еще раз посмотреть. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, потому что очень содержательный семинар. Мне понравился, я не один смотрела. Кстати, может быть, мы сделаем с нашим домом учителя на сайте, разместим такую отдельную вкладку школа подготовки к конкурсам, и я там тоже могу бросить дополнительную еще ссылку на вебинары, которые наш Иро проводил по сайтам конкретно. То есть по каждой теме, которую мы будем разбирать, я могу бросать ссылки, вот начиная с 19-го числа. Итак, мы встречаемся 30-го сентября, но не все только молодые педагоги-первогодки, а со всеми мы встречаемся 14-го и 19-го октября в 15-е. Спасибо огромное дворцу Оксане Васильевне. Молодцы, здорово. Спасибо всем за участие. Всего доброго всем. До свидания. Ну вот они к сейфу.